Почему вы тоже должны заняться скандинавской ходьбой? Ну, потому что это на самом деле очень здорово. Мы с мужем люди немолодые, мне 63 года, ему 68. И, в общем-то, ведём активный образ жизни, но о скандинавской ходьбе не слишком много слышали и знали. Но когда сами попробовали, находясь на отдыхе, то нас это очень увлекло. На самом деле это такой кайф. Идёшь быстро, дышишь глубоко, причём, может, ещё между собой мы разговариваем. Мы обычно гуляем каждый вечер по набережной, по которой мы теперь ходим с палками. И думаем, что это на самом деле очень здорово. Ну, можно прочитать, какие мышцы работают, но ощущения на самом деле просто не передавать. Хорошо бы это делать не в одиночку, а с друзьями. Или идеальный вариант, вот как мы с мужем. Потому что вдвоём веселее, вместе весело шагать, как в той песенке поётся. И для этого практически не так уж много надо. Покупаешь палки, удобная обувь, спортивная одежда, которая у всех есть. И, в общем-то, всё. Ещё американские учёные выяснили, что прогулки на свежем воздухе в преклонном возрасте способствуют увеличению зоны мозга на 2-3%. Что, в общем-то, достаточно, чтобы перекрыть темпы возрастного усыхания мозга. Ну вот, мы как-то в это очень верим. Субтитры сделал DimaTorzok